Всем привет. С утра собралась пойти в китайский магазин. Ой, у нас тут стройка. Вот по дороге я решила заснять, как строят. Строят вот такие маленькие домики с отдельным входом. Из вот такой вот фанеры. Ну а высотки с питона. Эти маленькие машинки так гудят. Вообще катастрофа. Там, где мы живем, в Торонто, много таких вот зеленых стадионов. Часто это возле школ. И вот тут получается, вон там школы. И часто можно встретить вот такие вот штуковины, фонтанчики, паильнички. Интересно. На зиму их выключают, но сейчас они еще работают. Вода питьевая. Тут что-то, какие-то ремонтные работы проходят. Продолжаем идти. О, сушки. Гусей не видно. Это не часто пасутся. Дичь такая. Белки тут такие классные, черные. Вообще, я первый раз в прошлом году увидела, что белки могут быть черными. Они сейчас раскакались перед зимой, что себе собирают в свои норки. Распушили свои хвосты. Летом с такими ободранными. Бегали. А сейчас распушили. Здесь еще есть серые белки. У них более пушистые хвосты. Это я приблизила максимально. Тут на лавочке сижу. Конечно, если бы еще приблизить, интересно. Но не получается. Ищет, ищет. Желуди. Они шишки так обгрызают. Один стручок остается. Они такие прикольные. Вон еще одна с забора поскакала. Там быстро скачет, не успевая. Грызуны. Вот одна. Где-то тут еще вторая была. А, уже исчезла вторая. Вот такая плава. Китайский магазин. Китайский банк. Макдональдс тут. Без Макдональдса никуда. Сыковка. Сыковка. Конечно, урву. То есть надо было такой вырастить. Или, может, она не настоящая? Мне как будто бы настоящая, что ли. О, мой гад. Вот, китайский магазин. Конфетки, шипучки. Так, я хотела что-то прикупить в китайском магазине японский чай. Ха-ха-ха. Так, я так выполнял. Вроде бы вот этот вот. Написано японский зеленый чайок. Стоит 4,99. Так, это я, конечно, возьму сейчас. А это что у нас? Интересно. Тоже чай какой-то. И тоже, кстати, нет, это какие-то буковки как корейские. О, тут какие-то такие чайи интересные. В стекляшках. Какой-то такой же смен. Вижу, что он же смен. Это что у нас? Это тоже какой-то непонятный. И вот, боже, а как же его пить? Вот так молча. Вот стекляшки. Чаек хватает. Но нам на посылку стекло будет тяжелым. Да еще и разобьется по дороге. Вот это что? Тоже кит японский. Какие-то с семенами непонятные. Так, надо взять корзину. Пойду возьму корзину. Ну, конечно же, липтон так бы без него. Ну-ка, пройдемся по этому морю. Ну, тут кофелек не то, где посылки не ходить. Сухие фрукты. штуковина в стаканчиках. Как какие-то джемы, что ли? Да, жили. Какая-то вот эта стаканчика надо взять тогда. Так, идем за телегой. Вот. вот какие-то конфетки такие. Софт мягкие, сезам кейки. Уже намного ж тяжелые. Ёлки-палки. Полкилограмма. У нас посылка, по-моему, 3,50 за килограмм стоит переслать. Что ж тяжелые такие. Это самый, кстати, дешевый вариант. Морем за 3,50 килограмм плюс 15 долларов за доставку, ну, которая обязательно не будет. Тут всякая непонятность такая. Какие-то вафельки, да-ля-ля-ля. Какие-то непонятные кейки. О! Эта гадость редкая. Мы захотели взять попробовать. Даже видео там начали снимать. Как открываем. Ну, вонь невероятная. Я в шоке. Кто его берет? Кто его покупает и ест? Это же вообще невозможно с этим дурианом. Печеньки это такое. Обычненькая корзина. Корзина. Ну, что решили. Берем вот этот чай. Его, кстати, и берут. Видно, походу, из этих самый нормальный. И зеленый. чай. Не знаю, будет такой тут или нет. Вроде оно вообще никакое невкусное. Там хоть видно, что зеленая трава. зеленый чай. Но тут не написано, что это японский или китайский. Мы видим браун райс. с коричневым рисом поклонный. Мы будем рисковать. еще, еще, еще. Хотела взять какие-то сладости мягкие. Наверное, кстати, дату надо смотреть. Это что-то с датами тоже такой развод. даты, конечно, непонятны, как выбиты. Решила взять все-таки вот это, потому что тут хоть дата четко указана, что марта вроде бы 18-го года. И вот эти возьмем. Тоже другие. И у нас тут до июня. 18-го года. Вот такие вот штучки, печенюшки. Ой, роняем. Еще возьму вот такую вот штуковину. Она мягкая. тут тоже указана дата нормально. Август вроде бы или это апрель 18-го года. это все рис 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 огромные такие мешки с рисом. сахар. Какие твердые камешки сахар? И как его употреблять? Как он такой твердый? Тоже сахар, какой-то очень-очень мягкий. Вот Браунсо. Хорошо. И что с ним делать? Грызть его или чай или ка? Вообще непонятно. Здесь такой трекольный рис коричневый. Это дикий черный. Есть таких вакуумных. тяжеленький такой. Это что? Герметизировалась какая-то птичий сбор. А как же варить? Одно варится быстрее, перловка варится дольше. Как быть? Такой прикольненький мелкий мелкий это не горок а соль. Ну что из крупы? Из крупы здесь как бы много чего есть разновидностей риса. А вот гречки гречки там нету. Не вижу. Гречка в русском магазине. там вот что это такое? Какой-то веер что ли? О! Листья лотоса. Какой он огромный. Капец. Просто. Огромный. И что с ним делать? Эти веера такие. веер просто. Нафиг. Какие-то штуки новые. А! Рисовые какие-то штуки. Это рисовый вермишель. Ой, купила я как-то здесь вермишель какой-то. Реально запах такой типа ей уже сто лет. Старого. Реально старого. Так никто не захотел есть. Грибочки всякие. Стремные. А вот еще прикол такой. Водоросли. Водоросли. но тут тоже надо смотреть эти даты. Потому что нужно взять и выкинуть. Это же 19-го года. Нет какие-то собачьи косточки или что. Не понять. собачьи какую-то едут похоже. Так бамбук. А это что? Бамбук шут. Стрелки бамбука или чего? В общем, что-то бамбуковое. оно тут еще жидкое. в таком культе. Ой, капец. Вот еще какие-то бамбуковое. маленькие паростки бамбука. Ну не знаю. Даже пробовать не очень хочется. Стоит недорого, но как будто не было. Он даже треснул этот горшочек. Видно, слишком вкусно что-то было. Он даже треснул. в общем, такой местный китайский деликатес. Это капуста. Боже, едят же такое. Ёлки-палки. А куда вот эти вот цветочки? Выглянут привлекательно, но куда их? Как вот жевать? Что с ними делать? рост тим а это чай, чай. А чего там где чай? Чего здесь там где грибы какие-то? Типочки. Какой-то набор непонятный. Что это какие-то как будто с кого-то кожу поздирали с пальцев. какая-то прунелла. Какая-то Прунелла. А с этими цветами что делать? Какие-то они лежат красивые. коробочки. Никого не трогают. И так их есть. Ну это понятно. Это уже что-то знакомое. Это кокос. Да? Да. Кокосовая стружка. Тут как-то понятно. Так. Пойдем дальше. Посмотрим. очень-очень здесь. Боже смотри что он нашел. Знаменитые эти яйца. Утиные или какие? Это то клятина которая называется дея ликотеса. Ну как вообще? Как как так можно таким питаться? Вот тепло яйца. Внимание это утиные яйца. в общем они должны чтобы так стукнуть превратиться вот в такое. Цена 5 долларов. Виду она в разных таких. Они тут даже борются какими-то кристалликами. Тут в такой коробочке. Или блин жестяк. Такое покупать не буду. Потому что реально я даже его в руки не возьму. Не говорю о том чтобы пробовать. Видела что там наши дегустировали просто вы вы любви с этого запаха тухлого. В чем прикол? Есть тухлятины. Вот они есть такие какие-то прям в каких-то штуках. Есть прям в черной это земля или как. А тут не тухлое. это наверное недоделанное что ли. Как вот это это походу уже вообще жесть. вот в таком вот красном. А это готовые кукты. Эти готовые. А это вот такое вонючее петлятино. фуууу конечно бе-бе-бе посмотрите здесь картошка доллар 29 за 400 там сколько 20 или 440 грамм картошку какой-то разнов какая-то в общем попросил меня дядечка китаец в китайском магазине не снимать это запрещено говорю, покажите где у вас написано нарисовано он что-то мне махает походу у него с английским похоже, чем у меня типа, давай удаляй ну давай удаляй я там что-то клацаю, клацаю не удаляется у меня ничего, но я типа удалила вот так вот еще засняла фотку сделала снаружи магазина там не указано, что нельзя снимать ни видео, ни фотосъемки там такого не указано там только написано, что на роликах нельзя на скейте ничего я еще черепаху там не засняла в морозильнике это ж вообще мертвую черепаху в кульке в морозилке хранить в следующий раз приду сниму пусть они мне покажут если они, конечно, до этого времени не наклеят бумажечку же нельзя снимать а че нельзя-то везде можно тут а у них нельзя что там такого происходит бездат продукты продают долгого хранения почему нельзя у них снимать в магазине странно в общем купила я в этом китайском для посылочки чайок такой вот зеленый как видно чаечек решила и взять вот этим вот рисом стоять этот чай не знаю может он вкусный может нет может он сладкий если честно я не люблю зеленый чай я пыталась его полюбить но никак не идет и все с сахаром противный до ужаса а черный чай с сахаром с лимоном такой класс кстати здесь в канаде нельзя детям пить чай нельзя потому что там есть кофеин мне считают что это вообще очень-очень такой запрещенный продукт вот еще такие вот типа печеньки потому что на них есть дата срок годности из-за этого я взяла потому что то что я хотела взять на ней нету даты вот такие печеньки в общем хотелось что-то такое положить в посылочку что у нас не купишь насколько я помню у нас такого нету вот такие вот штуковинки в общем еще одна вот такая ну и купила еще в другом магазине вот такие вот штуки как чипсы у нас такого тоже не видела так это то потом конечно у нас есть киткат на звонок я сейчас пробегаю на переменку есть киткат но таких вот именно мелких конфеток я не видела наверное будет интересно так что еще есть сникерсы тоже сникерсов полно но именно вот такие мини так так еще вот такой вот кремик для рук очень нахваленная вот эта вот фирма есть такие же бальзамы для супер супер классно так это вот это я не видела такого у нас если честно может оно и есть продается что такое вкусненькое и вот такая вот штука тоже не видела так ну собственно и все и все пойдем чем дальше домой еще съездим потом в магазин чтобы еще что покупать положить посылку надо зайти в библиотеку мне пришло письмо на e-mail о том что мои книжки две готовы чтобы я их забрала стоят меня ждут в общем как по поводу съемки в библиотеке я еще не знаю может сейчас тоже скажут закрываю свою коробочку поваляться да посмотрим у меня должно быть четыре книги так у меня должно быть так а не две две книги на время собственно что вот это какой-то пакет вот вот эти книги конечно же опять-таки это алис опять зарубление с все в вот и все вот вот Батулы мы рассчитали. Нажимаем на федерс, закрепляем правильщик. Что-то размагничаем на досках. На него кладут книгу и вообще не размагничаем. В общем, стеснялась сделать тур по библиотеке, может, в следующий раз. А то второго раза предупреждаю второго выбора. Я не выдержусь сегодня за съемку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...